Валерий Седов Большая вода пришла в Рязанский лесопарк. Затопила часть аттракционов и прогулочных дорожек. Сухие места в лесопарке остались, но, видимо, ненадолго. Центр уличного спорта под мостом уже окружен водой, но сотрудники лесопарка к этому были готовы заранее. Они вывезли оснащение торговых помещений, убрали все деревянные лавочки, расположенные вдоль парка. Энергетики обесточили центры питания. Рабочие демонтировали специальное покрытие в центре уличного спорта под мостом, подняли на безопасное расстояние спортивный инвентарь. Для постоянного мониторинга ситуации создан график дежурств сотрудников лесопарка. В его официальной группе появилось предупреждение для горожан, цитата «Уважаемые посетители, просим вас обратить внимание, что в связи с сезонным паводком детская площадка в лесопарке временно прекращает свою работу». Напомним, после ухода воды в лесопарке планируют провести благоустройство. По данным регионального ГУ МЧС, вода в Оке за сутки поднялась на 16 сантиметров. Сейчас она 460 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста города Рязани. Обстановка находится на постоянном контроле главного управления МЧС России по Рязанской области. В Рязани продолжают тотальную уборку города. На рабочем совещании мэр Елена Сорокина напомнила, что сейчас проходит месячник по благоустройству и санитарной очистке города. Сроки поджимают. На уборку в сквере дворца молодежи вышли рано, чтобы и людям не мешать, и к их появлению уже убрать все лишнее. А этого самого лишнего здесь в избытке. Опавшие листва, мусор. Времени на тотальную зачистку парка у сотрудников дирекции благоустройства города немного. Сквер убирают с привлечением техники. Она подметает дорожки и плитки. Где техника не проходит, там ее прикрывают люди. И работают хорошо. Уже набралось десяток полных мусорных мешков. Только на территории сквера дворца молодежи. Убираем парки скверы, подметаем листву, собираем. Происходит также у нас подготовка деревьев по белке. Уже убраны сквер на соборной имени Соболева, бульвар Победы. Также очищены тротуары на 12 улицах и в парках. Помимо этого очистят и территорию памятников. Готовку памятников. Вот. То есть памятник Маргелова, памятник Победы. Готовим братство по оружию. Вот. При Окском. То же самое работа проводим по подбору листвы. Технику готовим. Которая там на данный момент стоит. Замена табличек там происходит. В этом году будет. Случайный мусор выбросили с 24 городских зон. Из скверов имени Уткина, Скобелева, Театральной площади, Первомайского проспекта. Параллельно началась побелка деревьев. Срок окончания уборки и санитарной очистки города уже объявлен. Его обозначила глава Елена Сорокина. К 1 мая город должен быть очищен от мусора. Также мэр города поручила префектам районов внимательно следить за веренными территориями и уделять внимание даже небольшим зеленым зонам и участкам. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. На основании постановления правительства региона с 30 марта 2022 года на территории Рязанской области установлен пожароопасный сезон. За одну только прошлую неделю зарегистрировано больше 130 случаев палотравы. Оказалось, что к сезону готовы далеко не все. Готовность районов к пожароопасному сезону проверила Рязанская природоохранная прокуратура. Порадовать, прямо скажем, нечем. Нарушение набралось прилично. Было установлено, что некоторыми органами местного самоуправления не проведены необходимые профилактические пожароопасные мероприятия, не проведена опашка территории, не созданы минерализованные полосы, не произведена очистка прилегающих к лесу территорий от мусора и другие мероприятия. Проверку начали заранее, до пожароопасного сезона. И нарушения стали проявляться как подснежники. То в одном райотделе, то в другом. Набралось с десяток. В связи с этим 20 глав, органов местного самоуправления и руководители коммерческих организаций, территории которых граничит с лесами и с лесным фондом, были предостережены о недопустимости нарушения закона. В 2021 году за время пожароопасного сезона в Рязанской области произошло 47 лесных пожаров на площади почти в 200 гектаров. Все возгорания ликвидированы. Что самое важное, пожарные и добровольцы не допустили переход огня на населенные пункты и объекты экономики. Нарушения, кстати, были и тогда. Больше 200 штук на сумму 2,5 миллиона рублей. В апреле этого года также объявлен пожароопасный сезон. В это время следует проявить осторожность. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». К празднику Пасхи, который, напомню, в это воскресенье, Рязанская пекарня у Кремля уже вовсю готовит пасхальные угощения. И делает это с размахом. Только куличей здесь намерены выпить, еще аж полторы тысячи. В этом году в них добавят изюм с цукатами, выпечки не будет. Пасхальное производство в пекарне у Кремля запустилось за несколько недель до Пасхи. Готовить самостоятельно по классическому рецепту – процесс замороченный и непростой, даже для бывалых хозяек. Да и зачем, когда вкуснейшие праздничные красавцы, выпеченные в Кремле, благодаря рецептуре могут храниться до месяца. И даже, говорят, становится только вкуснее, настоявшись. Это дрожжевое тесто, сдобное, очень вкусное, со всеми специями, которые нужны там. Традиционно кулич готовится на дрожжевой опаре. Учитываются и нюансы. Если тесто будет слишком тяжелым и плотным, то кулич будет крошиться. К изюму тоже свои требования. Лучше использовать светлый, тщательно подсушенный. Из специи добавляют кардамон. И, конечно же, секретный ингредиент. Секретный ингредиент и есть. Это то, что вкладываешь душу и вроде как с любовью, с настроением, с молитвой, со всем. Вот и есть самый секрет. Все. Несмотря на масштабы производства, процесс выпекания все же по большей части ручной. Спрос на них большой, но большой объем опять мы взять не сможем, потому что у нас 90% выпечки куличей – это ручной труд. Нам помогает только при выпечке. Это, конечно, тестомест и самопечь. Остальное – наши пекари, их всего 4 человека, трудятся вручную. И в этом году мы пекаем всего 5000 изделий. Помимо того, что кулич к пасхальному столу – красивая традиция и вкуснейший десерт, не стоит забывать еще и о сакральном значении этого символического блюда. Пасхальный кулич символизирует Христа. Как мы с вами читаем в Евангелии от Иоанна, Господь сказал «Я есть хлеб жизни». Именно воспоминая этот хлеб жизни, мы с вами приходим и освящаем кулич – хлеб пасхальной трапезы. Потому и употреблять в пищу кулич рекомендуется с особым настроением, светлой радостью, благодарностью и любовью к близким. Партнер программы «День города» – выставка свежей рыбы и икры. Самые вкусные, а главное – свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер» у центрального входа. Сегодня в Рязани день пушкинской карты. Об этом на своей страничке написал губернатор Николай Любимов. По его словам, сегодня во всех образовательных учреждениях ребятам рассказывают, как оформить карту и где использовать. В Рязанской области на данный момент по ней можно посетить 37 организаций. По итогам мартовского заседания Комиссии Госсовета России по культуре, губернатор, по его словам, поручил расширить этот список и включить в него учреждения культуры, сел и малых городов. Проект «Пушкинская карта» в Рязанской области стартовал 1 сентября прошлого года. Тогда, в своем базовом варианте, ее номинал был всего 3000 рублей, а количество мест для посещения раз-два и обчелся. Молодые люди могут выбрать для себя события в любой точке нашей страны. Главное, чтобы учреждение было участником программы. В Рязанской области на первом этапе к программе «Пушкинская карта» подключились 8 учреждений. Это наши четыре государственных театра. Театр драмы, театр кукол, театр юного зрителя, музыкальный театр. Это областная филармония. Это наши музеи, художественный музей Мини Пожалуйста. И музей-заповедник Сергея Александровича Есенина. И муниципальный культурный центр города Рязани. Конкретно в Рязани это было только начало. Уже в октябре тех, кто решил культурно просвещаться, стало больше в разы. Сегодня количество точек для посещения в области возросло до 37. Одно федеральное, 28 региональных и муниципальных, а также 8 частных учреждений культуры. На сегодняшний день практически полторы тысячи билетов куплены по Пушкинской карте. Они продаются не только на наш репертуар, но и на предстоящий в ноябре фестиваль спектакля любви и свиданий на театральной. Ну, достаточно активно. С первого сентября только началась эта программа. Уже почти полторы тысячи билетов. Это такие активные продажи, мы считаем. Стать участником программы просто. Нужно зарегистрироваться на портале Госуслуги, установить себе на телефон приложение Госуслуги Культура. Оно доступно для скачивания на всех маркетплейсах. И там оформят виртуальную карту. Ее номинал на этот год 5000 рублей. И у нее сегодня нет географических ограничений. Кроме того, теперь оплатить можно и киносеансы. Правда, с годовым лимитом в 2000 рублей. Пушкинская карта персональная. Личные данные ее владельца вносят в базу. Поэтому при посещении мероприятия необходимо предъявлять паспорт. Выставка продажа «Икра» и «Рыба Камчатская» вновь приехала в Рязань. Она расположена рядом с центральным входом торгового центра «Премьер». С 18 по 24 апреля включительно. Любители морских деликатесов могут приобрести вкусную рыбную продукцию к праздничному столу. На ярмарке «Икра и рыба Камчатская» – настоящее раздолье для ценителей качества и вкуса. Здесь представлена рыба слабосоленая, горячего и холодного копчения. Омуль, палтус, белорыбица, чавыча и, конечно, красная икра. Как они здесь торгуют, постоянно ездят. Пробовал палтус, тоже неплохой. Чавыча мне больше нравится. Ну, во-первых, вот чавычу я все время беру. Она очень вкусная рыбка. И по сравнению, как у нас, чавычу какую продают, это лучше. Я купила икру, купила чавычу слабосоленую. Первый раз здесь? Нет. Я всегда хожу на эту выставку. Очень вкусная, нравится. Хожу уже постоянно. Я купила чавычу. Всегда сюда прихожу, мне очень нравится рыба. Самая популярная рыба у рязанцев – это чавыча. Она не только чрезвычайно вкусная, но еще и очень редкая. Ее добыча строго ограничена и регламентируется специальными пунктами законодательства. Королева лососевых ценит за отменный вкус и набор полезных свойств. Ведь в ней содержится большое количество аминокислот и разнообразные витамины. Я своим всем сказала, наши все приезжали, все брали. Мы ждем их всегда приезда. Я белорыбицу купила. Я первый раз покупаю, первый раз здесь. Наверное, приду немножко еще куплю. Купила белорыбицу и чавыча бабушку очень захотела. Первый раз здесь покупаю? Нет. А как вам вообще рыба? Нравится? Нормальная. Хорошая. Любую ем. И в холодном копчении горячего покупаю. Успеть приобрести к пасхальному столу разнообразную рыбку и икру можно у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Выставка продажи икра и рыба Камчатская ждет вас до 24 апреля включительно. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Встречай Пасху с дальневосточными деликатесами. Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. С 18 по 24 апреля. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин